Кванты И во сне, и наяву Нет, мне ничего не надо от тебя Нет, халявы не хочу я Тенью надвоем мелькнув пути Итак, полный оператор гамильтона Это и есть сумма по всем модам Гамильтонианов каждой моды Каждая из которых, это одна вторая П это квадрате Плюс омега К в квадрате Ку это квадрате Мы видим, что у нас гамильтониан Распался на независимые слагаемые Никакого энергетического Межмодового взаимодействия у нас нет Это значит, что каждой моде излучения На другую моду глубоко наплевать Поэтому состояние Чтобы задать состояние электромагнитного поля Надо перечислить номера Всех состояний в каждой моде Это Н1 Это в первой моде, какое у нас число запал Это Н2 Это Н моды с номером это И так далее Поэтому это есть просто произведение По это Состояние каждой моды Такое состояние можно задать как одно состояние Когда в первой моде число заполнения Н1 Во второй моде число заполнения Н2 Третий и так далее Потом Н это и так далее Ну такую штуку удобно обозначать Н векторно Это бесконечно мерный вектор Который задает номер состояния В каждой из мод излучения Если вы задали В каждой излучения состояние Номер состояния от нуля до бесконечности Там целые числа То вы задали состояние электромагнитного поля Если вам так хочется Ну наверное нам хочется теперь знать Среднее значение энергии Электромагнитного поля По общим правилам квантовой механики Мы должны вычислить Оператор Гамильтона Матричный элемент от оператора Гамильтона На состоянии с заданным заполнением Каждый из мод Или здесь у нас стоит произведение По это Н это Тут стоит сумма Одна вторая П это в квадрате Плюс омега К в квадрате Ку Это в квадрате По всем модам А здесь стоит произведение Н это Ну понятно что Матричный элемент от суммы Есть сумма матричных элементов Поэтому это будет сумма по всем модам Посмотрите Каждый Элемент этой суммы Одна вторая П это в квадрате Плюс омега К в квадрате Ку это в квадрате Действует на состояние излучения Только своей моды На другие оно не действует Поэтому все Кроме той моды На которую действует этот оператор Все остальные состояния С этой и с этой стороны Которые стоят Они проносятся через оператор И умножаясь само на себя Дают единицу Поэтому Здесь стоит Только состояние моды С номером это И здесь стоит Только состояние с номером это Все остальные состояния Которые входили в эти произведения С этой и с этой стороны Пронеслись через оператор И схлопнулись С их комплексным сопряжением В виде вектора Бра Теперь понятно Что в этой сумме Надо считать Масочный элемент От квадрата оператора Мы уже знаем Что в этом случае надо делать Надо Это не что иное Как П это умножить на П это А это К это умножить на К это Мы между ними Должны поставить Единичный оператор В виде суммы По всем мысливым состояниям Поэтому стоит сумма По всем модам А здесь стоит Н это Здесь стоит П это Здесь Н это штрих Н это штрих П это Н это И тут Стоит еще Сумма По всем мысливым состояниям Н это штрих Плюс Омега К В квадрате И здесь стоит Сумма По всем Мысливым состояниям Н это Ку Это Н это Штрих Н это Штрих Ку Это Н это Вот как-то так Но мы знаем Что в этой сумме На самом деле Выживает только два слагаемых Когда Н это Штрих Больше чем Н это На единицу И когда Н это Штрих Меньше чем Н это На единицу Все остальные Матричные элементы Поэтому будет Одна вторая Сумма По всем модам Излучения А здесь А здесь Да Кстати Какой же здесь Множитель у нас Появится Смотрите Это Кусточкой Поэтому Здесь У нас Будет Омега Это Минус Омега Это Штрих На матричный элемент От Н это Ку Это Н Это Штрих Квадрате По модулю Здесь Наверное Важно Что сперва Идет Омега Это А потом Омега Это Штрих А здесь У нас Будет Плюс Омега К В квадрате А Только Эта Разница У нас Вылезет С И Отсюда И с Минус И Отсюда Поэтому Здесь Будет Минус И В квадрате Поэтому Это Будет Просто В квадрате Здесь Будет Омега К В квадрате На Квадрат Модуля Н Это Штрих К Это Н Это По модулю В квадрате Вот Такая Штука У нас Получится И У нас Такие Материчные Элементы Отличны От Нуля Только Когда Н Это Штрих Равняется Н Это Плюс Минус Единица Здесь Всегда Будет Омега К В квадрате Поэтому У нас Здесь Будет Два Омега К В квадрате Отсюда И Отсюда И Два Слагаемых Когда У нас Н Это Штрих На Единицу Меньше Это Будет Н Это На 2 Омега К И Когда На Единицу Больше Это Будет Из Того Маточного Элемента Н Это Плюс 1 На 2 Омега К Тогда У нас 2 Омега К Эти Сокращаются Немножечко С этим И остается Просто Омега К И в результате Мы получаем Сумму По всем Модам К Омега К А теперь Я позволю Себе Сюда Написать Еще Единицу В виде Постоянной Планки Она У нас Один Когда-то Я ее Выкинул А здесь Будет Н Это Два Раза Делить Пополам Поэтому Будет Н К К Плюс Одна Вторая И это Есть Наблюдаемая Энергия Электромагнитного Поля Поэтому В каждой Моди Полная Энергия Равна Сумме Энергии В каждой Моди А энергия В каждой Моди Равна Равна Одной Второй H Омега Плюс Любое Количество Целых Зазоров H Омега Где Омега К Это Модуль Вектора К Для данной Моди На скорость Света Поэтому В каждой Моди Энергия Может быть Либо Такой Либо На Омега Больше Либо Еще раз На Омега Больше Либо Еще На Омега Больше Наверное Если Мода Находится В самом Нижнем Энергетическом Состоянии Мы Говорим Что В этой Моде Света Нет Если Мода Переходит В это Состояние Мы Говорим Что В этой Моде Получилось Возникло Излучение И У него Энергия H Омега Если Мы Находимся В этом Состоянии То Энергия Излучения В данной Моде 2 Омега 3 Омега И так Далее Если Вам Очень Хочется Можете Считать Что Здесь У нас Есть Один Фотон Если Мода В этом Состоянии Если Очень Хочется Считать Что Там Есть Два Фотона Три Фотона И так Далее И так В каждой Моде Есть Одна Беда Эта Беда Состоит В том Что Когда Мода В низшем Энергетическом Состоянии У нее Энергия Не Ноль Равна Энергии Половины Фотона Поэтому В каждой Моде А мод Бесконечно Много У нас Сидит По Половинке Фотона Это Очень Плохо Это Плохо Тем Что Вакуум Без Света Мы должны Сопоставить Бесконечно Большую Энергию Даже Когда Все У нас Моды Излучения В самом Нижнем Состоянии У нас Частот У нас Для вектора К Хоть и Дискретный Набор Но он Не ограничен Сверху И поэтому У нас Вот эта Сумма Бесконечная И вы Будете Суммировать Бесконечное Число Половинок Умноженных На Постоянную Планку На модуль Вектора К На Скорость Света Вы получите Бесконечную Это конечно Очень плохо Сумма Расходится И электромагнитному Вакууму Приходится Сопоставлять Бесконечную Энергию Ну да Тогда Получалось бы Что из вакуума Должны Вылетать Например Электрон-позитронные Пары Ну вот Это одна Из неприятностей Современной Квантовой Электродинамики О которой Любят Говорить В том Что Как бы Она до конца Не закончена И у нас Нет полного Согласия Принципов Теории Относительности С принципами Квантовой Механики Вот возникает Такая Расходимость Конечно Можно договориться Об сдвиге Отсчета Начала Энергии Но этого Делать Очень не Хочется Потому что Эта Половинка Происходит Из правил Коммутации Можно сдвинуть Энергию Чтобы эту Половинку Спрятаться Но эта Половинка Происходит Из Правил Коммутации Она Произошла От этой Единички В операторе Рождения Из-за того Что Собственные Числа Маточные Элементы Оператора Рождения Отличаются От оператора Уничтожения На единичку Так вот Эта Единичка Ради нее Все и делалось Дело в том Что Классическая Нерелативистская Квантовая Механика Прекрасно Описывала Вынужденные Переходы Между Состояниями Атомов Под действием Света Но она Не могла Описать Спонтанное Излучение А вот Этот элемент Описывает Спонтанное Излучение Когда у вас Не было Ни одного Фотона У вас Оператор Рождения Умеет Создавать Фотон Вот была Довольно Забавная Вещь Классическая Квантовая Механика Понимала Как работает Лазер Но не понимала Как работает Лампочка Ну вот После того Как Проквантовали Электромагнитное Поле Стартуя С уравнений Максвелл Стало ясно Как работает Лампочка Ну на самом деле Эта штука Называется Темновыми Фотонами Но и Самое Интересное Состоит в том Что кроме Как Да В этом смысле Спонтанное Излучение Происходит Из-за того Что атом Взаимодействует С этой Половинкой Фотона А эти Половинки Фотонов Летят Во всех Направлениях Ну и Поэтому Атом Может Спонтанно Излучить Свет Куда угодно А не Туда же Куда Летел Фотон Когда У нас Происходит Выдужденное Излучение Но Эти Половинки Фотонов Нужны Еще Вот Для чего Если Говорить О Согласие Решения Не того Грубого Решения Задачи Про атом Водорода Которую Мы пока Получили А очень Точного Решения Мы пока Учли Только Нулевое Приближение Взаимодействие Кулоновской Электроны С ядром И много Еще там Не учитывали А на самом деле Там нужно Порядка Восьми Или девяти Уточнений То В последнем Порядке Теории Возмущений У нас Все Расходится Так вот Темновые Фотоны Спасают Это так Называемый Лэмбовский Сдвиг Но если Очень Грубо Говорить Электрон Летя По орбите Вокруг Ядра Все время Поглощает И излучает Темновые Фотоны Из-за этого Он по орбите Двигается Не по кругу А немножко Трясется Если бы У нас Потенциал Ядра Был Линейный То Сколько Он потерял Энергии Здесь Столько Он выглянул Здесь И Добавки Энергии Не было Но поскольку Потенциал Одна Эровая То Он Притягивается Сильнее Чем Теряет В эту Сторон И поэтому Средняя Энергия Чуть Чуть Меняется И она Меняется Ровно Настолько Насколько Надо Если Решать Задачу В первом Приближении Учета Этого Эффекта И еще Одна Цифра В теории Эксперименте Для атома Водорода Реализуется Только Вся Беда В том Что Показано Что Если вы Учтете Не в первом А во всех Приближениях Этот эффект То вы Получите Бесконечную Поправку И у вас Решение Рассыпется Но это Тоже Есть Некоторая Неприятность На самом Деле Конечно Надо Надо было Здесь Посчитать И импульс И Надо было Стартовать С того Что Объемная Плотность Импульса Электромагнитного Поля Это Единица На 4 Пи Векторного Произведения Е на В Дальше Надо было бы Составить Оператор Импульса По Аналогии С этим И Сделать Почти Все То же Самое И Потом Посчитать Среднее Значение Импульса Электромагнитного Поля То есть Среднее Значение Оператора Импульса На Состоянии Заданным Числом Фотонов В каждой Моде Если бы Мы с вами Это сделали Мы бы С вами Получили После Долгих Вычислений Сумму По всем Модам H На Волновой Вектор Для данной Моды Вместо Омега К А здесь Н К К Плюс Одна Вторая Это Означает Что Если мы Фотону Приписываем Энергию H Омега То Фотону Надо Приписать И импульс H К И опять Таки У нас Появляются Темновые Фотоны Но Поскольку Импульсы Смотрят В разных Направлениях Если мы Просуммируем По всем Мыслимым Направлениям Половинки Мы в некотором Смысле Получим Ноль Поэтому Импульсы Темновых Фотонов Изотропию Пространства Как минимум Не портят И для импульсов В некотором Смысле Расходимости Нет Ну Ну Вот С Этими Очень Большими Оговорками Конечно Можно Пытаться Думать О Фотонах Хотя Эта идея Скорее Поручная Так как Если мы Считаем Что фотон Это частица Света Которая Взаимодействует Только В одной Точке Пространства То совершенно Непонятно Если у нас Есть зеркало И падает Фотон То почему Для каждого Отдельного Фотона Угол падения Равен углу Отражения Поскольку На этом Языке Наверное Фотон Взаимодействует С атомом Зеркало Ну Что-то Вроде Поглощается А потом Излучается Или что-то В этом Вроде Но Извините Чтобы угол Падения Равнялся Углу Отражения Надо знать Как расположены Остальные Атомы Потому Что Поверхность Это Не один Атом Если У нас Фотон Взаимодействует Только С одним Атомом Совершенно Непонятно Почему Получается Что Отраженный Фотон Имеет Импульс Направленный Симметрично Относительно Нормали К поверхности Если Фотон Взаимодействует Только с одним Атомом Ну Как Стреляйте По одному Фотону И ловите Поставьте Источник Света Диафрагмируйте Его А тут Поставьте До чертов Фотоприемников И у вас Всегда Прилетать Будет В один Вы Здесь Не будете Ничего Регистрировать Но На самом деле В этом И состоит Ответ Просто Когда вы Стреляете Отсюда Фотоном Не надо Думать Что он Поглощается Атомом Потом Переизлучается Там Происходит Виртуальный Процесс Поглощения Переизлучения Но Не только На этом Атоме А на На всех И эти Виртуальные Амплитуды Так ловко Интерферируют Между собой Что угол Отражения Оказывается То есть На самом деле Язык Квантовой Механики Позволяет Здесь Выкрутиться Но Для Обывателя Это Объяснение Ужасно Ужасно Какие-то Виртуальные Амплитуды Ну Сами Частицы Кроме Энергии И импульса Любая Уважающая Себя Микрочастица Должна Чем еще Обладать Спином Вот Если Мы Фотону Сумеем Приписать Спин Это Будет Почти Нормальная Частица Но Вот Сегодня Мы Уже Спин Приписывать Не будем На самом деле Спин Фотона Связан С Поляризацией Излучение Справой Левой Круговой Поляризации Имеет Определенное Значение Проекции Спина На направление Движения Фотона Правда Поскольку У фотона Спин Должен Единица То вообще Должно Быть Сколько Проекций У спина У частицы Со спином Единицы На ось Плантования Три Но Продольной Поляризации У фотона Не существует Потому что У нас Есть уравнение О том Что дивергенция А равно Нулю И оказывается Что это очень Связано с тем Что масса Покоя Фотона Нулевая Поэтому У фотона Спин Ущербный У него Нет Одной Из Трех Проекций В честь Этого Спин Фотона Называют Спиральностью Это спин С одной Из запрещенных Проекций И так Наверное Должно Быть У всех Частиц С нулевой Массой Покоя Там Всегда Восникает Требование Поперечности Но это Уже Другой Разговор Вот Значит Следующий раз У меня Уверенности Пока нет Я вам Завтра Или послезавтра Выставлю Чем Наши Переговоры Там Закончатся Если Если я уеду Я вам просто Поставлю Теорию Излучения Дальше Будете Легче Смотрите Потому что Времени у нас Осталось Не так Много Ну так Все на сегодня На сегодня Хватит Смотрите